всем привет и добро пожаловать на мой канал мы совсем недавно с вами разбирали такую тему как карта резидента и конечно же благодаря вашим комментариям я снимаю видео следующее как заполнить внесок для карты резидента поэтому если вам это интересно продолжайте смотреть дальше я не буду рассказывать вам какие нюансы нужно соблюдать при подаче документов на карту резидента если вы не смотрели предыдущее видео обязательно его посмотрите а мы перейдем с вами непосредственно к заполнению внеска большинстве воеводствах внесок можно заполнить и уже нужно через систему мост или же через инпол если мы находимся в варшаве если мы находимся в гданьске то здесь можно заполнить как через систему гданская так и просто от руки я вам сегодня покажу пример конечно же заполнение от руки не буду показывать это как делается через систему мозг, потому что это все то же самое, как от руки, только перенесенное в электронную форму. Внески мы печатаем, мы их подписываем и дальше прикрепляем пакет документов, которые необходимы для карты резидента. Что очень важно обратить внимание во внеске, это, конечно же, в самом конце удосотнение. Играет он роль на получение положительного решения по карте резидента или нет? До сегодняшнего дня никто вам не может сказать стопроцентный ответ. Да, оно немного нас предвигает, можно так сказать, к карте резидента, но не даст нам стопроцентного положительного решения, потому что, как мы знаем, нужно выполнить ряд критерий для того, чтобы получить карту резидента. Мой вам личный совет сначала в идеале получить взрослым, то есть родителям, карту резидента, потом уже подавать детей на столы или на резидента, в зависимости, кто на какую претендует карту. Хорошо, давайте уже сразу перейдем с вами к внеску и разберем все нюансы. Перед нами с вами виден внесок на карту резидента. Давайте все страницы просмотрим и заполним вместе. Внесок на карту резидента ничем не отличается от часового побыта, поэтому здесь начало будет такое же, как и мы привыкли видеть в самом часовом побыте. Фотография 3,5 на 4,5, и мы ее не клеим, в воеводстве приклеим. Дальше мы указываем до. До воеводы. Например, ну, я буду на основании поморского воеводства вам показывать, поэтому буду писать так. До воеводы. До воеводы поморского. Дальше нам нужно написать фамилию, фамилию до замужества и предыдущую фамилию того человека, который заполняем. Важно понимать, что внесок, если мы заполняем на детей несовершеннолетних, мы также указываем их здесь. То есть на каждого члена семьи нужен свой отдельный внесок. Ну и фамилия, например, Иванова. Буду на примере женщине показывать, потому что часто бывает, что женщины как раз и меняют эти фамилии. Дальше мы указываем, делаем, как и правило, как на часовом побыте, когда-то я вам рассказывала, да. Мы указываем в первом ту фамилию, которая у нас в паспорте. В третьем пункте мы указываем фамилию, которая была до замужества. И во втором пункте мы указываем фамилию, которая предыдущая от этой. То есть, если у нас предыдущая от этой была девичья только фамилия, тогда мы ее еще раз сюда повторяем. Если у нас перед этой фамилией был еще один брат и была предыдущая фамилия, тогда мы ее здесь указываем. Ну, здесь разводов никаких не было, поэтому мы укажем ту фамилию, которая была девичьей. Переходим к следующей странице. Четвертый пункт – имя. Попшеднее имя – это понятное дело, что в наших странах нет предыдущих имен, поэтому мы здесь повторяем это имя, либо же в некоторых системах просто это блокирует поле, и оно зачеркнуто. Дальше – имя папы и имя мамы. Должны, я вам напомню, что мы вписываем имена наших родителей в транслитерации такой, как это было бы у нас в паспортах, то есть не польскими буквами. Дальше – фамилия мамы до замужества. Далее – дата рождения наша. В обратную сторону указываем. И пол – кобета, либо мальчизна. Дальше мы указываем город рождения. Мы можем указать, и если это поселок, то ближайший город. Страна рождения. Национальность наша. Некоторые системы сразу показывают, не изменяя. Можно писать там украинские, украина. Семейное положение. Женаты, менжатка, панна, кавалер, заменжна. Дальше – образование. Просто указываем, какое у нас образование. То есть высшее, среднее, среднезаводовое, может быть. Либо брак его, если это касается детей, и нет у них еще образования полного. Завод в икону ванны – это не по профессии, которую мы закончили университет, это по профессии, в которой мы сейчас работаем. То есть если мы ведем бизнес, мы пишем «шечеберца». Если мы работаем, то переписываем наши вакансии, так как указано в договоре. Если мы не работаем, то просто пишем «нет утыча». Либо брак. И так, и так будет верно. Дальше наш рост. Цвет глаз. Особые приметы, знаки штугульные. Это если у вас есть татуировки, либо же какие-то шрамы. Шрамы по-польски будут «близна». Татуировки – это будет татуаж. И просто укажем, не знаю, татуаж, например, на правой ренце, либо еще где-то, да. Если вообще ничего нет, то тоже пишем «нет утыча» или «брак». Ну, у нас, например, будет «шрам дизна на двоне». И так оставим. Номер ПСЛ, номер телефона. Дальше мы указываем серию и номер нашего заграничного паспорта. Дата вытачи – от и до. Орган водоемца пишем «владзе Украины» или «белоруси». И вписанное количество детей. Только это не те, которые просто там печатью, а именно вклеены должны быть. То есть фотография, данные написанного ребенка. Если такое есть в паспорте, тогда указываем количество, например, 1, 2, 3. Если такого нет, тогда просто 0 ставим. Дальше в пункте «Ц» мы заполняем адрес проживания нашего на территории Польши. То есть воеводство поморский, например. Что касается повед, гмина и лесовость, если она одна и та же, то просто повторяем все. Дальше улица, номер дома, номер квартиры, код почтовый и титул правный. Титул правный мы должны указать, кем мы являемся для данного жилья – наемца либо властитель локала. Дальше в пункте «Д» мы должны расписать предыдущие пребывания иностранцев на территории Польши. И здесь мы должны указывать даты от и до, и какое было основание. Очень похоже, так мы заполняли когда-то с вами на часовый опыт в примерах внеска. Здесь то же самое. Запомните, что никогда даты не могут быть открытыми. То есть каждая дата должна иметь концовый выезд, то есть закрытую дату. И мы никогда не пишем дату-обедсни. То есть мы должны от, до и цель пребывания. Например, дальше. То есть мы всегда должны указать от когда-то, когда мы были. То есть это мы не переписываем сроки действия наших документов. Здесь мы конкретно указываем въезд, выезд и какое было основание. На следующей странице мы должны указать, находимся ли мы на территории Польши. Мы указываем так. Последнюю дату нашего въезда, например, с какой-то другой страны. Это считается как и, например, Евросоюз, так и, например, наши страны, с куда мы приехали. Дальше. В каким целью? Ну, тупраца. Если жена, например, не работает, но тоже подается на карту резидента, потому что вы знаете некоторые условия, о которых я рассказывала вам в предыдущем роликах. Либо же это, например, дети, которые, конечно же, не работают, то просто пишем побыт. Побыт с родином, например. Дальше. В каком целью мы въехали последний раз на вот этой дате? То есть, если мы въехали именно по безвизу, так мы и обозначаем. Безвиз, да, в пункте 1. Если же мы все-таки въехали по визе, мы обозначаем тип визы и начинаем ее заполнять. Допустим, D, например, 0,5. Серия визы – это по правую сторону верхнего угла. Есть цифры, например, 10, 0,1, 15. Вот если вы начнете первые две цифры сюда, вписываете последующие сюда, то оно вам поместится. Дата выдачи визы и до когда, какой период ее пребывания – это все с наклейки визовой вы списываете, например, 365 дней. И орган выдается, например, консул в Львове, консул в Киеве, консул в Минску, консул в Гродно и так далее. Если же мы не въехали, а не по безвизу, а не по визе, а именно въехали по карте временного повода в последний раз, тогда мы вставим в пункте 3 крестик. И дальше нам нужно обозначить нашу карту. То есть если мы въехали на карте, тогда вот здесь есть карта, либо другой документ, который нам позволял въехать, мы его здесь заполняем. То есть серия и номер, все списываем с карты, дата ее выдачи, дата ее окончания и кто выдал. Например, воевода поморских. В следующем пункте мы должны с вами заполнить за последние 5 лет страна, а также период пребывания в этой стране. Если мы очень много путешествовали и не все помним, тогда можно приблизительно написать, например, допустим, май 2023, Бохе, да. Или же мы указываем конкретно даты въезда и выезда и какая страна была. Тут не нужно указывать, какая цель визита. Мы просто указываем, например, даты, просто указываем периоды и страна, в которой мы пребывали. Это, конечно же, все в виде примера. Каждый заполняет индивидуально. Если это касается дальнобойщиков, то есть тех, кто очень часто выезжает, можно написать просто chance выезды службовые в звездку с заводом. Можно указать приблизительно. Хуже, когда вы напишите брак, что ничего не было, а оказывается, за 5 лет вы ездили просто чуть ли не каждый год, каждые полгода куда-то в какую-то страну. И неважно, Евросоюз это или не Евросоюз, наземным путем очень тяжело отследить, если, конечно же, не стоят пограничные контроли. Но если мы говорим, например, о самолетах, то стражграничная имеет право сделать разные запросы. Если же вы зададитесь вопросом, можно ли написать стражграничную, чтобы дали нам конкретные даты въезда и выезда, то мой ответ звучит нет. Пишите все, что помните, смотрите по фотографиям, по архивам и так далее. Но лучше всего написать хоть что-то, нежели ничего. Что касается этого пункта, то здесь вам нужно будет указать, была ли у вас голубая карта в других странах Евросоюза. Если же у вас голубой карты, небеские карты в другой стране Евросоюза не было, то есть кроме Польши, ее не было, тогда мы пишем просто брак, либо недотыч. В данном пункте мы указываем, была ли у вас карта резидента в другой стране, кроме Польши. Если да, то нужно указать страну, дата вообще, когда ее предоставили и какой орган ее вам выдал. Если же у нас нет ничего, точно так же повторяем, как и в предыдущем пункте, просто пишем брак. Переходим к следующему, пятому пункту римскому. Что касается пятого пункта, нам здесь нужно указать за последние три года, как мы получали финансы, либо же, если это касается голубой карты, тогда за последние два года. Все, что максимально вы можете написать, это, например, ПИТ 37, либо 36. И, например, указываем, за какие года мы предоставляем. Если же у вас 37, 28, вы тоже можете указать. Если у вас пулка, вы можете написать CID 8. Если вы были на содержании постоянного супруга, у вас все равно совместно есть ПИТ 37, поэтому тоже указываете. Плюс можно указать, например, вид договора, который у вас действует. Надчас, например, неукрешленный. Либо же какой-то другой вид договора. Если у вас фирма, тогда вы можете написать CIDD, НИП, название фирмы. В общем, максимально, откуда вы берете доход, здесь и указываете. Количество людей, остающихся на вашем содержании. То есть здесь именно вопрос идет, и речь идет не о тех людях, которые находятся с вами на территории Польши, а именно о тех людях, которые находятся на вашем содержании. Например, их два. Тогда мы должны будем их указать здесь. То есть мы указываем имя, фамилия, пол, например, мужчина либо хобетта. Дата рождения, например, 16-е на 1-е, не знаю, 18-е. Стопень, например, сын. Гражданство. И адрес проживания. То есть мы полностью пишем там Данск, улица и так далее. И точно так же мы указываем и для следующего члена семьи. В пункте 7 мы указываем, какая у нас страховка. То есть если мы пользуемся страховкой государственной, мы просто пишем ЗУЗУА, либо ЗУЗЗЦНА, если это члены семьи. Либо если у нас приватная, тогда указано полностью название приватный и номер полиса. Были ли какие-то задержания, наказания, лишения свободы? Тут указано так, что не. Дальше тоже было ли задержан иностранец в судебном порядке на территории Польши? Мы должны тоже обозначить крестиком, да или нет. Если что-то было, конечно же, мы это все расписываем. Если нет, тогда ставим крестико мне. И были ли какие-то уголовные действия или действия в отношении нарушений на территории Польши? Да или нет? Тогда тоже мы указываем нет. Здесь, не выходя из рамочки, мы должны поставить подпись нашу, которая будет у нас находиться на карте. Дети старше 13 лет также ставят здесь подпись. Дальше. Дата заполнения данного нашего вноска, например. И имя и фамилия, так? В этой части мы должны написать с вами мотивационное письмо, почему именно мы хотим получить карту резидента. Здесь на самом деле ничего такого сложного нет и страшного, как многие думают, что здесь прям целую петицию нужно написать как президенту. Это неправда. Вы должны просто рассказать все свои пять пунктов, которые вы выполняете. То, что вы находитесь здесь легально, с какого года, сколько лет. Какое знание у вас языка, как вы его подтверждаете. То есть окончание полициальной школы, или все-таки у вас экзамен Б1 есть государственный. Дальше. Какие у вас доходы за последние три года. То есть работали ли вы на умозаправце, либо ведете бизнес, открыли здесь и так далее. И дальше то, что у вас есть страховка, и то, что вы находитесь в беспрерывной территории Польши в связи согласно законам о понятии беспрерывного пребывания. Если мы говорим о детей, то мы всегда их анкету начинаем в умении на турке или сына. И дальше мы пишем, что в Упшеме прошло распотрывание позитивную внеску о уделении дозволения на ПОБУ гутерменового Унии Европейской. И дальше тоже расписано то, что ребенок находится здесь пять лет. О том, что он находится на содержании у родителей последние три года, либо уже все пять лет. Если дети до 16, тогда знание языка не нужно, но можно указать то, что ребенок, например, учится в школе, ходит в садик, в ясли, то, что у него есть страховка государственная, то, что он проживает вместе с родителями. И в самом конце еще раз прошу выдать положительное решение по карте резидента. Дальше мы ставим снова дату, когда мы заполнили этот внесок и подписывается. Если же это внесок ребенка, то подписывает один из родителей, и можно еще потом дописать это маткой или же отец подписал. Неважно, кто подпишет этот внесок, это вообще никак не играет роль, кто содержит этого ребенка. Самое главное, чтобы была просто подпись. И дальше мы просто проперисываем все документы, которые мы прикладываем к данному заявлению. Максимально то, что вы можете указать. Ну и последняя страница, которую вы должны обязательно заполнить и ее не пропустить, это данное ошпетчение, где вы точно так же указываете дату, когда вы его заполнили, и подписываетесь. И больше ничего не заполняете. То есть все остальные страницы вы печатаете, но следующее уже заполняет сам инспектор ужин. Да, вы уже здесь ничего не трогаете. Поэтому вот таким образом заполняется максимально хорошо внесок на карту резидента. Но если у вас будут какие-то вопросы, вы всегда, конечно же, можете обратиться к нам за помощью. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ну а если вы еще не подписаны на мой инстаграм, то обязательно переходите и подписывайтесь на него. Там каждый день выходят разные новости касаемо легализации и жизни в Польше. Но и не забудьте подписаться на мой ютуб-канал. Мы возвращаемся и будем дальше с вами записывать видео для ютуба и вещать о нашей жизни в Польше. Всем пока-пока.